Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот этот вот микрофончик. И да, долго затягивать не будем, как всегда по традиции начнем с распаковки. Погнали! Так, вот собственно наша коробочка от Toman. Так, открываем. И внутри у нас несколько товаров. Интерфейс и два микрофона. Вот собственно наш Behringer. Так, распакуем собственно саму коробочку от Behringer. Комплектация в принципе должна быть аскетична, поскольку внутри должен быть только микрофон. И крепление для него. Так, салфанку убираем, снимаем. Ну вот в такой вот он коробочке. Так, это собственно защитный кейс переносной. Можете брать его куда угодно, если вам нужно. Но в моем случае мне это не понадобится. Так, открываем. Да, внутри еще документация. На ней останавливаться не будем. Так, какая-то дырка непонятная. Так, собственно вот он наш микрофончик. Выглядит прикольно. Так, вот крепление. Вот само крепление. Да, ну... Да, на самом деле материалы немножечко дешевые, да? С моей точки зрения. Тут такой вот срез низких частот. Надо чем-то ковырять. Пальцем так просто не выковыришь. Да, и это собственно вокальный конденсаторный микрофон. Как вы понимаете, с XLR подключением. Ну, как и все микрофоны в последнее время. Да. Собственно вот гриль немножечко дешевый, да? С виду выглядит нормально на видео. А в реальности он такой немножечко пластмассовый. То есть даже XM8500, дешевый микрофон динамический, выглядит дороже. Да, собственно, вот его спеки. Кому интересно, поставьте на паузу. Но... Да. Долго на этом всем заострять внимание не будем. Я это расскажу чуть позже в ролике. И кстати сравню с XM8500. Да, вот такой вот микрофончик. Выглядит прикольно. И звучит, кстати, тоже прикольно. Сейчас я пишу в данный момент на Zoom H1N. Да, вот такой вот микрофончик, собственно. Behringer SB78A. Это, собственно, конденсаторный микрофон. И если вам привычные микрофоны, вот такие, как у меня позади. Или как вот этот микрофон. Это у нас динамический друг. Этот друг будет писать, скорее всего, все шумы, которые сейчас происходят на фоне. Вы слышите некоторые крики. Но этот микрофон более направленного типа. Этот. Так же, как и этот. Но динамические микрофоны, как правило, пишут минимально все, что происходит вокруг. Ну и этот микрофон, собственно, тоже относительно минимально все пишет по кругу. Поскольку он является суперкардиоидным микрофоном. Да, а динамический микрофон будет звучать, собственно, вот таким вот образом. В сравнении с ним. Петь в него не очень. Хотя тоже ничего так. Кому что. Но этому микрофону, собственно, не нужно дополнительное усиление. Кстати, у меня был когда-то давно на этот микрофон обзор. Если тебе интересно, я могу сделать его заново, скажем так, в новой локации и в новой рубрике. В более привычной, как я делаю уже с другими подобными микрофонами. Перейдем обратно к этому дружочку. У него там внутри такой вот капсюль. Вот, собственно, этот капсюль, в который я сейчас в данный момент говорю. Собственно, вот он сам. Микрофон получается. А это, собственно, поп-фильтр. И да, минус этого микрофона в том, что если вы пишете в достаточно шумной обстановке, то посторонние голоса, разговоры, крики детей, например, которые сейчас... Нет, уже не кричат. Но кричали до этого на фоне. Скорее всего, они будут у меня в этот раз на... Вот. На моей дорожке. То, что, в принципе, обычно не случается с этим дружком. Но в этого дружка, скажем так, плохо петь. Поскольку для пения лучше всего использовать конденсаторные микрофоны. Но есть некоторые исключения. Некоторые поют в динамические микрофоны. Есть некоторые, скажем так, рэперы. Есть речитатив. Речитатив это, ну, речь. Как бы, да, не совсем пение. Но используют Shure SM7B. Ну, там, дружочек, стоит уже 400 долларов. Так что, да, 40... Да, сколько он там? 50 долларов, по-моему, стоит. Короче, 48 евро. Вот, точно. А этот 15. Частотный диапазон у него от 50 до 16 тысяч герц. Сопротивление 200 Ом. То есть, таким образом, вы, если вы гитарист, играете на электрогитаре, играете через кабинет, то вы сможете спокойно при помощи этого микрофона пробовать записывать кабинет. Таким же образом, как и через инструментальный микрофон. Как и любой другой конденсаторный микрофон, он требует фантомного питания. И этот конденсаторный микрофон требует его, как и все остальные, по стандартам 48 вольт. Диаграмма направленности этого микрофона – кардиоид. Чувствительность этого микрофона – минус 48 на плюс 3 децибела. Этот микрофон способен работать с максимальным звуковым давлением плюс 136 децибел. В комплекте у него адаптер для микрофонной стойки по типу этой, только немножечко другой. И, собственно, ударный кейс. Вот такого вот плана. Собственно, он у меня стоит там, я надеюсь, видно на заднем плане. Да, собственно, этот микрофон, собственно, хорошо использовать для записи вокала и записи гитары, что тоже очень будет хорошо. Как напоминаю, кардиоидная направленность. Можете его поставить к гитаре, записывать вторым микрофоном гитару и, скажем, такой же микрофон иметь для вокала. У него высокий частотный диапазон, что очень хорошо для вокальных партий. И, к сожалению, их я вам продемонстрировать не смогу. Он имеет встроенную ветрозащиту, которую я вам уже ранее показывал. Как вы поняли, вы можете использовать этот микрофон так же, как и в простой речи, так и в вокальной партии. Что было, скажем так, недостатком у этого микрофона, это я напоминаю Ultra Voice от Behringer XM8500. Да, он, кстати, даже немножечко похоже собран, но даже этот микрофон, более дешевый, по мне так немножечко собран. Качественнее и в плане как качественнее, что он неубиваем, с моей точки зрения. Этот микрофон немножечко выглядит таким игрушечным и, по-моему, он кого-то мне напоминает. Да, но при этом этот микрофон является конденсаторным и совершенно другое качество звука, как вы сейчас в данный момент слышите. Но недостаток в том, что вы сейчас слышите и посторонние шумы. Да, если попробовать использовать этот микрофон без поп-фильтра, он будет, собственно, ловить пэшки, как видите. Поэтому я уже изначально использовал вот этот вот поп-фильтр. Да, и, кстати, с этим поп-фильтром этот микрофон звучит немножечко по-другому. Попробуем надеть вот эту ветрозащиту. Да, да, вот таким образом это, собственно, все будет звучать. Но при этом все равно вы слышите, что он немножечко при этом начинает фонить. То есть, да, снимем, собственно, эту ветрозащиту и приступим, собственно, к тестам этого микрофона. Да, если говорить сбоку этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. Да, если убрать немножечко гейн, то этот микрофон будет звучать вот так. Если убавить гейн и взять этот микрофон в руку и повертеть его по-всякому, то этот микрофон будет звучать вот так. То есть в полевых условиях, если вы захотите использовать этот микрофон, он будет, собственно, звучать вот так. Да, вот таким вот образом. И попробуем сделать небольшой proximity effect с этим микрофоном от Behringer SB78A. Да, то есть, как вы понимаете, что таким образом вы можете делать и вот такой вот, при помощи этого микрофона можете делать вот такой вот proximity effect. То есть усиления вам вполне хватит. Гин у меня, напоминаю, если я, конечно, это говорил вообще, выкручен в данный момент на 80%. На расстоянии вытянутой руки при гене 100% этот микрофон будет звучать вот так. И в заключении, что я хотел сказать. Да, этот микрофон, собственно, подойдет хорошо и для закадровой озвучки, но все же придется вам оборудовать помещение, как и для стандартного большим мембранника. То есть, как вот наподобие вот такого микрофона, вам придется оборудовать, собственно, помещение, либо делать гейн поменьше и использовать proximity effect. Ну или просто по-простому говорить близко и без динамики. Да, собственно, вот такой вот микрофончик. У меня, собственно, на сегодня все. Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Ну а с тобой был Дядя Бэн. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.